В Лангипасе состоялось очередное заседание Думы в повестке 17 вопросов. Их спектр разнообразен. Глава города Сергей Горобченко отметил наградами труд председателя территориальной избирательной комиссии Ольги Туктаровой и местных парламентариев Олега Бундюка, Анатолия Давыденко, Рината Гумерова, Романа Паникаровских и Александра Тимухина. В работе местной Думы принял участие депутат Думы Югры Александр Нохрин. От имени председателя окружного парламента он вручил почетную грамоту Максиму Сычеву и благодарность Ассоциации Совета Муниципальных Образований Наталье Шахматовой. Директор Департамента финансов озвучила изменения в бюджете города на нынешний год. Общий объем доходов бюджета города на 2022 год скорректирован в сторону увеличения на общую сумму 98 миллионов 470 тысяч рублей. В том числе за счет увеличения собственных доходов налоговых и неналоговых, на общую сумму 23 миллиона 760 тысяч рублей. За счет увеличения безвозмездных поступлений на общую сумму 74 миллиона 711 тысяч рублей. Расходы бюджета также предлагается скорректировать на 2022 год в сторону увеличения на общую сумму 98 миллионов 471 тысяч рублей. Целый блок вопросов был посвящен безопасности, в том числе пожарной, за минувший год и первый квартал нынешнего. На 13% количество возгораний за этот период уменьшилось. Второй вопрос, касаемый безопасности, это бесхозные автомобили. Вопрос для населения города Лангипаса достаточно актуальный. Количество автомобилей не уменьшается, брошенных автомобилей. Но работа определенная проводится. Уже эвакуировано принудительно 4 автомобиля. Порядка 11 автомобилей сейчас находятся в работе. И в ближайшее время, я думаю, будут убраны. Общее количество автомобилей составляет бесхозных порядка 60 штук. Народные избранники обращаются к жителям города с убедительной просьбой убрать бесхозные автомобили, чтобы не захламлять дворы и стоянки города. О возможности оснащения дворовых территорий системами видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности жителей города доложил руководитель Управления общественной безопасности. Поступило от Андрея Ивановича ухработало конструктивное предложение рассмотреть возможность об установке камер видеонаблюдения в местах, граничащих с дворовыми территориями и охватывающими пешеходные маршруты к примыкающим дворам. Данное предложение будет проработано. В ближайшее время рассмотрим ряд таких мест с учетом прохождения наших каналов оптиково-волоконной связи и возможности установки камер видеонаблюдения на объектах муниципальной собственности. Все это делается для безопасности горожан. Уже ведутся переговоры с полицейскими. По их рекомендации в этом году запланировано оборудовать системой видеонаблюдения перекресток улиц Солнечная, Парковая. Это было последнее заседание Думы в нынешнем политическом сезоне. Народные избранники уходят на каникулы. Но, по словам председателя Думы, в случае необходимости они могут собраться на внеочередное заседание. Алина Нощенко, Олег Басарыгин. Наши города. Олег Басарыгин. Наши города.